Для проведения ЕГЭ по географии и информатике сегодня в Сочи открылись 4 пункта в центральном районе на базе школы номер 7. Здесь за процедурой единого госэкзамена следили не только педагоги, но и представители родительской общественности. Выпускникам наблюдателей по традиции напомнили о правилах, за нарушение которых результаты ЕГЭ могут быть аннулированы. Сегодня на экзамен по географии помимо гелевой ручки участники единого государственного экзамена имели право взять с собой линейку и транспортир. Данные предметы ребята выбирали сами, поэтому сегодня здесь мало кто волновался. На экзамен будущие абитуриенты пришли достаточно уверенными в своих знаниях. Ходили на репетиторство, ну активно разумеется надо прорешивать и дома различные задания. Если не 100 баллов, то 99, но думаю точно наберем. Вообще никакого волнения, честно. Просто пришел. ЕГЭ прикольный. Ростов, Краснодар, программирование, что-нибудь такое. У меня предметы русские, профильная алгебра и информатика. Вот, то есть больше никаких нету. Не только на информатику и весь расчет. В этом году все аудитории оборудованы компьютерами и принтерами. В Краснодарском крае и непосредственно в городе Сочи при проведении ЕГЭ используется новая технология. То есть теперь контрольно-измерительные материалы будут распечатываться на глазах у выпускников. Сами же задания в пункты проведения экзамена из Федерального центра тестирования сегодня поступили на дисках. Ребята видят, что КИМы появляются в их присутствии. Диск запаролен с помощью токена члена ГЭК, это специального ключа доступа. Таким образом повышается информационная безопасность. На бумажном варианте контрольно-измерительные материалы в территории не поступают. И поэтому не могут быть никаким образом разглашены до начала экзаменов. Баллы, полученные на данных экзаменах по выбору, выпускникам необходимы для поступления в ВУЗы. Следующее же испытание, результаты которого необходимы для получения аттестата, выпускников ждет 31 мая. Математику будут сдавать все 2000 сочинских выпускников. Ольга Десятова, Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.